Теперь далее. Что касается вообще ситуации на пригранище, в частности по Курску, потому что сейчас я постоянно на связи с гражданской администрацией, с волонтерами, с военными. Основные бои и движения происходят сейчас примерно где-то в 15-25 километрах вокруг Суджи. Это вот как бы круг, диаметр в центре Суджи. Можно взять цирк или поставить, вот так вот ввести. В целом станет понятно. На диаметре находятся села Ольговка, Малая Локня, Большая Солдатская, Уланок. Вот эти села, как небольшие типа Уланок, где жило несколько сотен человек, вот так и крупные, как Большая Солдатская, там проживало больше двух тысяч. Вот сейчас там идут достаточно серьезные бои, и вот эти населенные пункты переходят из рук в руки. И вот на этом диаметре нашим парням удалось зафиксировать фронт. Вот поэтому давайте им пожелаем удачи и соберемся в единый кулак поддержки. Потому что когда я приезжала туда работать в самом начале, линия фронта была непонятна вообще. И набирая в такой панике, знаете, всем своим знакомым, говорю, ребята, обрисуйте меня, пожалуйста, куда можно ехать, куда нельзя, было это непонятно. То есть сейчас более-менее как-то ситуация хоть чуть-чуть стабилизировалась, и стало ясно, куда можно суваться, куда нельзя. Вот сегодня утро, 26 августа, и я хотела бы, конечно, обратиться к жителям приграничных территорий, особенно Курской области, потому что это сейчас такая самая острая тема. Это Кореневский район, это Рыльский, Глушковский, Большосолдатский, и также другие районы, в которых объявлена добровольная эвакуация. Уважаемые друзья, прошу вас, примите это непростое решение об эвакуации. Сейчас, знаете, прошел вот этот наплыв, суматоха первых дней, стало уже действительно более-менее все понятно, организованы ПВРы, становится понятно по размещениям, выплатам, с пунктами гуманитарной помощи все наладилось. Вот, конечно, это не идеально все работает, но оно действительно работает, сама это лично все видела, слышала, делала репортажи. Вот для детей в ПВР будут организованы, сейчас я знаю, детские лагеря, с началом учебного года и, собственно, учебный процесс, что тоже, думаю, важно, особенно для детей и их родителей. Вот, конечно, крупные города типа Львова, Рыльска, я не говорю о том, что их могут занять в СУ, конечно, не хотелось бы, но то, что там могут начать массово летать и в ПВДроны, ну, это очень вероятно. Я просто, знаете, такое встречала в Шебекино, в Белогородском районе, когда враг просто бьет по жилым многоквартирным домам, частным, по гражданским автомобилям, они своего рода так тренируются, не знаю, молодые, наверное, эти операторы БПЛА залетают в окна, пока люди спят, в общем, отрабатывают свою технику. Ну, тут далеко-то за примерами, Марьян, ходить не надо, у нас сегодня Саратов, то же самое, удары по домам, причем вот я то же самое говорил, что бьют именно в 6 утра, когда люди действительно все дома, именно так. Поэтому тут, конечно, вот, если есть возможность этого избежать, лучше этого избежать. Да, извини. Вот поэтому, да, послушайте, пожалуйста, о чем я говорю. Я все-таки третий год работаю на войне, видела огромное количество трагедий, людской беды, и никакое имущество, вот вообще никакое там, ни дома, ни машины, ни какая-то техника не стоят жизни и здоровья. Поэтому, оставаясь в зоне боевых действий, вы, скорее всего, по-любому потеряете имущество и свою жизнь. Это вот такая страшная логика войны и правда, вот. И если населенный пункт будет занят в ССУ, то, скорее всего, при штурмах и при выбивании оттуда врага, к сожалению, он тоже будет серьезно поврежден, этот населенный пункт. Это тоже страшная логика войны, это нужно знать как истину. Вот враг всегда использует жилые дома как укрепления, как огневые точки, там, позиции снайперов, зенитных и противотанковых расчетов. Ну, крыши домов, в основном, да, используются, прячутся по подвалам. Поэтому вот так, собственно, все и происходит. Вот. И, конечно, многое несовершенно. Вот я часто езжу в ПВР и слышу рассказы людей, там, про местную власть и так далее. Конечно, есть моменты, когда кто-то где-то плохо относится к гражданам, да, не будем повторяться. Но вот сейчас нет, мне кажется, смысла ругать и государство, власть и чиновников, потому что это абсолютно бессмысленно, это непродуктивно. Сейчас надо принимать важные решения, от которых будет зависеть личная жизнь. Вот. Мы все видим и наблюдаем, что перемены в высших органах идут. И давайте будем надеяться, что виновные будут найдены и наказаны. Вот. Но прямо сейчас нужно озадачиваться конкретикой, как выжить, как помогать, вот, в общем, решать проблемы по мере их поступления. Вот. И если есть все-таки возможность, еще раз прошу, выезжайте, дети, родители, соберите документы, личные вещи первой необходимости, документы на собственность, на квартиру, на недвижимость. Вот. Если есть возможность, заберите в больнице свою медицинскую карточку, возьмите выписку из нее в руки. В общем, надо собрать такой, знаете, тревожный чемоданчик, как бы это смешно, может быть, не звучало для кого-то или необычно. Вот у жителей приграничных территорий прямо в коридоре вся эта сумка стоит со всем необходимым. Вот когда даже происходит первый удар вот этого дрона в 6 утра, люди уже с этим чемоданчиком стоят в коридоре в ожидании того, что делать дальше. И вот этот простой дедовский еще метод со времен Великой Отечественной войны переклеивать стекла скотчем крест-накрест, потому что в основном ранения больше происходят даже от вторичных осколков, в частности стекло, потому что при ударной волне все это разлетается и, соответственно, ранит человека. Вот, также люди всегда могут обратиться к сотруднику полиции, к любому военнослужащему, к любому чиновнику или волонтеру, если есть у них необходимые инструкции, ну, точнее, у них есть необходимые инструкции, вот, в любом случае они вас направят по назначению и подскажут, куда выезжать, где вас ждут и примут. Вот, и самое главное, надо помнить, что во всем этом аду в какой-то черной дыре вокруг очень много, на самом деле, хороших, честных людей, их много среди военных, сотрудников полиции, среди там чиновников, журналистов, волонтеров, среди представителей бизнеса, там, среди священников, и вообще у нас прекрасная страна, прекрасные люди, и вот такие трагедии, они на самом деле это все очень явно показывают, я считаю, что мы обязательно с этим всем справимся и станем сильнее, лучше, я думаю, все будет хорошо. Вот, еще раз напомню все-таки про информационную безопасность, потому что в последнее время в связи с Курском снова всплеск активности в телеге, да, обсуждение на каждой кухне, и очень важно понимать, что в информационном поле все-таки наш противник сильнее, опытен, вот, и очень хорошо умеет делать бросы и сеять в панику, особенно с использованием нейросети. Нейросети, вот, в последнее время это все очень часто разлетается. Вот, по Курской области я все-таки что рекомендую? Это канал помощника губернатора Романа Алехина, я лично вот его знаю, с ним общалась, записывал интервью, вообще читаю. Он действительно разбирается во всей этой ситуации, работает, в общем, обстановку на местах показывает, рассказывает на примерах. Вот, товарищ мой старый Юрий Подоляко, также владеет информацией, самое главное, никогда не использует непроверенную информацию. Что еще? Колонель Кассат, два майора, вот это то, что читаю я, и, конечно же, официальные источники. Вот, в последнее время, работая на местах, я использую их. Это официальные СМИ, это сайты областного, правительство, сводки Минобороны и, ну, телеграм-каналы, там, губернаторов, в основном все происходит минута в минуту, даже сообщение, там, ракетной опасности по обстрелам, какая-то информация по выплатам, вот, поэтому опирайтесь на официальные источники, там, по крайней мере, не будет, знаете, вбросов и фейков, а это очень важно. Вот, ну и, конечно, подписывайтесь на мои ресурсы, на телеграм-канал Марьяна Батьковна, там нет жутких кадров, хайпа, крови и так далее, там простые людские, человеческие истории, которые, мне кажется, спасут этот мир. Ну, это важно, да, это важно, чтобы было много, как можно больше человеческого. Да, и я полностью с тобой соглашусь, что в данной ситуации нам очень важно читать именно официальные информационные каналы. Там, да, там тоже бывают оговорки, ошибки, какие-то там те самые, да, но, тем не менее, сам главный результат, да, он там описан чётко. То есть, если происходят какие-то определённые вещи, то там они описываются наиболее правдивым и близким к реальности образом. Ну, и, с другой стороны, таким образом, чтобы не шокировать людей. Потому что сейчас очень много таких бывает ситуаций, когда блогеры, ну, военные блогеры, так называемые, да, они пытаются шокировать людей и для этого, и из-за этого набрать себе дополнительную аудиторию. Ну, вот я лично это вообще не приемлю. То есть, когда там начинают писать о каких-то военных событиях, как уже о свершившихся, а потом ты через неделю узнаёшь, что они даже не начинались, ну, это, мягко говоря, отрубает доверие к тем или иным военным блогерам навсегда. Ну, у меня. И я такую позицию озвучиваю уже достаточно давно, поэтому сам для себя давно решил, что читаю только официально. Ну, читаю я много чего в силу своей работы, а опираюсь я только на официальные источники, и то временами возникают вопросы, особенно в сфере, когда там, говорят, всё сбили, а осколками там туда-то попало. Ну, вот сегодня, да, была явная оговорка или ошибка, я не знаю, когда говорили про Саратов, да, что всё сбили, а осколками попало в дом, потом выяснилось, что не осколками. Ну, разберёмся, это не самое принципиальное, самое принципиальное, что стреляли и били по гражданским объектам.